Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зубы, и сегодня поиграм за кролика Скипи вот с вот такой вот хардкорной сборочкой, при этом в сложных боях, да. Будет эпично, я думаю, будем играть, стараться на скилье от невероятного везения, либо нас просто шокнуть, потому что, как видите, укола адреналина здесь нет, а это роковая ошибка на Скипи, и я не советую никому такую сборочку, поятное дело, но можете взять, в принципе, гранатские, зубамперы, укола адреналина вместо биспуса, и будет у вас всё красиво. Ну, а мы сейчас отправимся в боец, и посмотрим, что же у нас получится с этой творкой. В идеале, конечно, если меня не шотнут, то будет всё красиво, но если шотнут, то я умру. Парам-парам-парам. Ладно. Ну, у кролика Скипи есть плюс, это подвижность и контроль, хоть какой-то, но контроль. Да, опять же. Плюс, зубы вампира очень много дают на кровь в Скипи, кто бы что ни говорил, они меня только что отхилили на фулл хп. Посмотрите, как хилят жёстко. Панда бых, мы с ним ещё разберёмся, конечно же, да утаем только сначала здесь. Всё, что осталось? Домой, ну босс. Хилимся, не будем лишние аптечки оставлять никому. Опять же, да. Набиваем себе бицепсы. Я сейчас сделаю большую ошибку. Гений на них все. Чего я ему сказать? Да, лутать гранату, когда тебя почти убил кроль, это гениально. Залутаем сразу золотую, не будем серебряно лутать. Не, ну в принципе, как вы заметили, урон бешеный. Любого противника на раз-два разваливают. И зубы вампира, ну хилят почти фулл хп. То есть, один лук отхиливает вам. Ну вот, вас пробили на фулл хп, вы лук кинули, вас отхил. Вас опять пробили, вы что-то опять кинули, вас отхил. Да? Смотрите, сейчас бы забайтится, чекайте. Ну босс. И второй, смотри, че забайтится. Ха-ха-ха. Какие веселые, а? Гений. Гений на акуле принес мне. Большущее тебе спасибо, братан. Братан, просто братик. Лучший. Лучший акул в мире. Лайк акулу поставьте, пожалуйста, под видео. Ладно, за акула, конечно, благодарочка. Вот это вот. Ммм, бицепс. Накачанный кроль у нас сейчас как развалит всех. Ух, как я прям чувствую. Или меня кто-нибудь тоже может развалить, в принципе. Но блин, лук у кроля, посмотрите на кд. Дальность. Блин, надо будет всех персонажей снова прочекать. Потому что я не помню, что им там понатыкивал, по атрибутам. Нужно, наверное, перераспределить. Похилимся, чё? Чё нам, да? Какой же ты беспаленный чел на Орле. Просто нет слов. Бачкалюбны они все, конечно же. Конечно же. Кто ещё тут мог быть, да? Здесь где-то была аптечка. Вопрос, где она? Понятно. Ну, как говорится, я всё понял, ребят. Просто аптечку никуда потратил, да? Получается. Получается. Потратим капканчик один. Потратим капканчик второй. Ну, Басик. А чё такое? Чё умираешь? Не может быть, гранаткой задел. Ой, ужас-то какой. Никс, который не стреляет, сука. Чекайте, ребят. Сколько у меня раз лука попал? Ноль. А, молодец. Здесь стилов. Изи катка. Кролик мощь. Мощь прям конкретная. Обожаю кроликов. Ну, опять же. Косячей тут много. Достаточно. Но и, в принципе, был более-менее адекватный. Да? Да. Открываемся дальше. Надо бы набивать, конечно, 1200 рейтинг. Но я думаю, я задушусь опять. Хотя целый день впереди. Возможно, стоит просто понапрячься и... Понагибать. Посмотрите, полхп кулы снёс с одним луком. Ладно, кролик имба. Промахнулся немножко, бывает. Ну чё, кул, давай, бахай гранату. Ха-ха. Отлично. А как он успел взять аптечку, не посмотри? А-а-а. Ну, видите, сколько играет на кроле? Кофе, да? Кофе. Кофе, 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 кофе. 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 Четвертый слот. Блин, чё всем так нужно четвертый слот? То зубы вампира, то около адреналина. То жертвовать уроном. Обидно. Я вроде мог там похилиться. Не напрягаясь. Отогнал хамелеона, короче, от своей добычи, да? Ну а чё он дерзкий там? Ну, блин. Ну, посмотрите на эту скорость. Ну, это же беспредел просто. О, какой гений, а. Пошел он у меня впритык. Гений? Гений. Ладно. У нас, в принципе, все хорошо. Главное, не косячить особо зубами вампира. И будет все изи. Ну да. Чё, Бавер офигел? Понимаешь, против кого ты дерешься? Понимаешь вообще? Понимаешь, против кого? О, ты понимаешь, на кого ты напал, Бавер? Нет, не понимает он, на кого он напал. Это его ошибка была. Дерзкий Бавер. Ну ладно. Чё-то аптечек много. Слишком. Надо пойти от кого-то умереть. Немножечко. Кто здесь меня будет убивать? А ну. Я даже на месте готов постоять, а вас не трогать. Только никого нету. Проблема в этом. Во, гранатка, гранатка сейчас. Во. Опа, ледяный дробовик. Обожаю. Отлично. Лутаемся и возвращаемся. Искать хамелеончик в бочке. Чё-то мне везёт, но или не там дробовики. Блин, какая бочка прыгаешь. Смотрите, ещё эти. Двигаются прикольные, да? Кстати, они двигаются в зависимости от того, куда вы двигаетесь. Ну, ваше направление показывает, типа. Развиваются на ветру, так сказать. Видите, в бочке там они. Когда я кружился, они тоже кружились. Хамелеон убежал. Осталось 7 противников. У меня 6 килов. То есть у меня фулл заряженный бицепс. Я думаю, просто будем наслаждаться моментом и сидеть в бочке до конца игры. Да. Прекрасный геймплей я вам сейчас покажу, конечно же. Ну, просто, знаете, как-то хочется топ-1. Не хочется напрягаться. Вот, вообще, я могу сказать. Плюс, возможно, хамелеончика на нём. О, хамелеончик там убил. У него ник спиди. Спиди скоростной, типа, или скорость. Не знаю, короче. Неважно. Ну, ладно, давайте этого спиди найдём. И устроим ему спидрант, так сказать. Спидрант, акиллу его. Там два спиди, видите? Там ещё... О, гранатка золотая. Это я заберу. А чё ты такой тут это сидишь? Блё, какой дерзкий. Мы убили спиди, да? Мы убили спиди. Или не спиди, неважно. Пойдёмте искать второго хамелеончика. А вот он, спиди. Спиди, спиди, как ты мог. Там же только один лик... Как он мог шотнуться? Я же только один кинул лик дон дробовика, больше ничего. Странно. Спиди. Спиди умер. Дабл дробовик. Дабл дробовик. Красиво, красиво. Дабл дробовик. Как же он приятный. Ну, посмотрите, как он кодешится быстро. Какой кайф. Испытаюсь сейчас, ребят. Вы не представляете. Блин, у меня бочки закончились. Как будем дальше играть? Они же меня испугаются сдалека. Ну, ладно. Погнали. Ну, подумаешь там, здоровенный кроль на полкарта, да? Подумаешь. Просто бежит. Давайте помахаем ребятам. Спалился. Спалился. Ну, ладно. У него всё равно не было шансов. Ну, красиво. Спалился. Ой, ладно. Победа есть победа. Ну, весёлый конец, конечно, был. Обошаю. Ну, реально нравится такое в игре, когда... Ой, ладно. Кролик приятный. Нему чё не могу сказать. Главное, вначале не накосячить, не умереть. И, в принципе, дальше всё будет изи, я бы сказал. Как вы заметили, там черепаха-одинствоуме. Давайте пойдём в музей. Музей, в смысле? Ты чё, офигел? Ты офигел, да? Ну, конечно. Сейчас бы перепрыгнуть. Фух, нормально. Так, сразу идём быстренько, музей. Быстренько, прям. Выпал. Легендарный дробовик выпал опять. Его сейчас подберёт баг, запомним. Нет, ещё не подобрал никто. Так, смотрим. Выпал опять. Блин, кто-то... Кто золотой дробовик поднял? А ну, признавайтесь. О, легендарочка. Акул будет тянуть время? Ну, блин! Ребятки. Я проиграл? Из-за этого. Как его? Из-за того, что не было колдерлина. Блин, как обидно. Как обидно. Знаете, самое прикольное, что это скул играть с этой сборкой. Посмотрите. У меня он халявчик. Я не знаю, как он живёт. Он очень медленно. Ему очень повезло тогда меня убить. Я сделал ошибку. Мне надо было просто забавить его на прыжок и её дальше убивать. А я тупанул, короче. А он очень везут. Его никто не бьёт. Смотрите, вообще его никто не бьёт. Он просто себе спокойно стоял, потом прыгнул. Потом снова стоял, потом снова прыгнул и всех побивал таким образом. Офигеть. Как он так далеко прыгает? И смотрите на сборку. Реально он как-то... А что? Как он так далеко прыгает? У меня кул так ни разу в жизни не прыгал. Причём он прыгает... А нет, с копьём прыгает. Я вот смотрю. Ладно, тогда поехали. Я что-то думал, что без копья так далеко прыгаю. Думаю, ничего себе. Ну-ка, всякие, давайте затестим немножко кула ещё. Быстренько буквально. Потому что всё равно это последний бой будет. Но у него нету анимации использования копья. Вот в чём прикол. Обычно, когда используешь, там есть анимации. А у него прям нету. У него прям... Может, одновременно нажимать? Может, я не шарил просто всё это время? Просто стоит, смотрите. Просто стоит. Офигеть. Его никто не бьёт. Нормально вообще? О, гранатка прилетела. Ну-ка. Я хочу просто глянуть, как он ещё раз сейчас прыгнет. Понимаю, да. Понимаю тебя, акул. Притык, гадоник. Блин, какой же он... Знаете, он такой медленный, спокойный, размеренный. И у него всё получается, всё шотаются с одного до двух ударов. Как я на акуле играть, так там нужно всё закинуть, и они всё равно живы ещё. Жесть. Давайте сейчас он будет по-любому прыгать через копьё и через этот. Ну, сейчас анимация прошла, да. То есть, наверное, просто надо как-то более-менее одновременно нажимать, тогда будет норм. Ну, попробуем. Попробуем, как-нибудь на акуле сыграем в следующий раз. А это всё, ребятки. Давайте досмотрим, кто там победит. Всё-таки интересно же. Он почти гранаты не использует. Он тупо каждый раз своим кусям... Ему удаётся затащить, и всё. Посмотрите, просто кусь, и каждый умер. Куся и умер, куся и умер. Такое ощущение, что тут все бегают без аптечек. Ну, реально, ну, это смотрится очень странно. Гранаты у него одиночные. Ну да, он же играет с этой сборкой бесполезно. А в первом... Посмотрите, что... Просто, вы это видите? Он на такую халяву всё получает. О, в первый раз забавился. Офигеть. Такой везунчик. Чтоб мне так везло хоть раз в бою. Ну, посмотри, они просто умирают до не вовсе. Либо приходят к нему на один удар, и всё. Жесть. Какой он везунчик. Это просто нечто. Ты там дерёшься. По две аптечки тратишь. У противника две аптечки тратят. Приходит ещё один противник, которого ты уже убиваешь чисто на зубовах вампира. Он две аптечки тратит. А тут чел пришёл такой. Один раз в костинулся, все умерли. Кинул дробовик, все умерли. Блин, у меня просто нет слов. Такая халява, такая халява. Бывает же, кому-то так везёт, а? Но не нам, да? Как говорится. Ладно, ребят, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok